Общественные организации ограничены в возможности обжаловать, но в целом я считаю, что это положительная, в целом это скорее больше эффективная для госзаказа была мера, некие санитары леса, которые непрофессионально, но в то же время у них были люди, у общественных организаций, то есть речь не идет о стоп-картеле, есть просто общественные организации и лица, которые просто интересуются теми или иными закупками, они просто как санитары леса иногда просматривали документацию, находили какие-то несоответствия или нелогичные действия заказчика или закупки с явными нарушениями. Это было очень полезно в свое время, когда только 94 закон ввелся, и еще никто не знал, что на сайте можно посмотреть закупки какие-то, они проводили прямо как бы некую профилактику, иногда вскрывали какие-то скандальные истории с закупками, и какие-то очень громкие дела, например, закупки там были, что детский дом там закупал автомобили, Кадиллак, или что отделение милиции субъектовое закупало какую-то там дизайнерскую мебель, то есть они вскрывали такие недостатки, ну скажем так, то, что как бы ненормально для общества, и эти закупки становились достоянием гласности. Это было очень важно на тот момент, когда это было лет 10 назад, наверное, то есть когда только закон о закупках, об открытости закупок вступал в действие, и когда это была, скажем так, действительно насущная проблема. На сегодняшний день участники достигли той степени квалификации, что они сами понимают все, и даже журналисты, любой журналист знает, что можно зайти на сайт закупки GoFru и посмотреть там, кто что закупает, по чем закупает, и поэтому на сегодняшний день это уже не настолько эффективно, роль общественных организаций, хотя они сделали свое дело и очень положительное дело в свое время. Субтитры создавал DimaTorzok